На России вышел ряд материалов, которые посвящены итогам протестов за освобождение Леши. Материалы настолько похожи между собой, что их никак нельзя считать случайно совпавшими как по тональности, так и по сделанным выводам. Когда в коротком промежутке времени в эфире появляются однотипные материалы на ресурсах, прямо не связанных с политикой, то, как говорил Винни-Пух, это жужу неспроста. Более того, тональность и тематика материалов уходят в область, которую можно назвать «лучше не трогай», то есть речь идет не просто о силовых, но о явно незаконных методах подавления протестов. РФ давно переступила порог автократии или диктатуры и теперь это положение вещей воспринимается как само собой разумеющееся, это не скрывает и сам Путин. Иногда он об этом говорит, но чаще все показывают действия по деформации правового поля страны. Вот в чем тут дело, с формальной точки зрения РФ не является монархией, у нее есть конституция, согласно которой должно формироваться законодательство. Содержание указывает на то, какое государство оно описывает и в принципе конституция выписана по образу и подобию нормальных стран. Но кроме всего прочего, конституция играет роль Камертона для всей нормативно-правовой базы и закрепляет гарантии прав и свобод граждан. Закрепленные конституцией права и свободы не могут ни кем и ни чем отменяться или ограничиваться. Такое по своему желанию может делать монарх, который правит без конституции, что бывает далеко не всегда. Например, Великобритания является конституционной монархией. Там есть и монарх, и конституция, которая в частности ограничивает права монарха, а сам он не может изменить основной закон только потому, что встал сегодня не с той ноги. А в РФ установлен режим абсолютной монархии, поскольку конституция не самая плохая по своей букве, игнорируется. Путин и остальная власть ведут себя так, как будто у них нет никакой конституции. В результате они легко принимают законы, которые прямо противоречат их конституции. И когда один и тот же аспект – право – регулирует и конституция, и закон, причем по-разному или противоположно, к сведению принимается закон, а не конституция, и по сути, она уже давно мертва. Такое положение дел закреплено практикой, и правовые последствия имеют законы, пусть и прямо противоречащие конституции. Тогда возьмем и уберем конституцию из аргументации и посмотрим на то, что вышло в итоге. А получается абсолютная монархия, ни один орган власти не может ни ограничить власть монарха, ни даже поставить ее под сомнение. А любая законодательная инициатива первого лица будет оформлена в виде закона без соотношения с конституционными положениями. Таким образом, Путин прямо сейчас может сказать «Азм есм кесарь» и это будет правдой. Если кого-то можно посадить лет на много за осуществление своих прав и свобод, закрепленных основным законом, то это прямо указывает на то, что никаких свобод давно нет, как и нет всей этой конституции, слитой в унитаз. И не следует питать иллюзий по поводу характера кремлевской власти. Можно это проверить другим способом, принять как версию и то, как это делает следователь. По частичным данным, он выстраивает вероятную картину того или иного происшествия, а потом начинает в нее укладывать все известные факты, часть из них окажутся недостоверными, но те, которые имеют объективный характер, обязаны уложиться в нее безусловно. Если это складывается, то версия получает статус рабочий и тогда становится понятным где и что надо искать для того, чтобы собрать все доказательства необходимые по делу. И наоборот, если в эту версию не укладываются достоверные данные, то надо думать о другой, более соответствующей фактическим обстоятельствам. Все это сказано лишь для того, что мы напрасно возимся с РФ как с какой-то более-менее цивилизованной страной и удивляемся тому, что она вытворяет. Но если не упираться в форму этой госконструкции, а допустить, что это абсолютная монархия, то картина станет понятной и предсказуемой. За два десятка лет уже только совсем своеобразные люди могут искать логику в действиях Кремля, основанную на каких-то общих правилах и праве. Большинство перешло на следующую стадию рассуждений и говорят о том, что Москва готова переступить любые нормы и приличия для удовлетворения своих интересов. На самом деле все выглядит несколько по-другому. Тем, кто исповедует такую теорию трактовки законов в РФ, необходимо разобраться в терминах и четко обозначить, что они понимают под определением «интересы России». Если это потребности лично Путина, его семьи, окружения, вертикали власти, то тогда все подходит. Только вот сколько это занимает в процентном отношении относительно всего населения? Набежит ли там хоть один процент вообще? Для отождествления интересов этой небольшой группы лиц с интересами всей страны надо оперировать понятиями «большинство» – 50% или «подавляющее большинство» – 75% населения. Кстати, теперь понятно, почему Путин ставил задачу получить на любых голосованиях 76 и больше процентов. Если брать в расчет их демографические данные, в РФ 70 миллионов человек долларовых миллионеров нет и никогда не будет. А раз так, то всерьез можно говорить только об интересах Путина. Таким образом, любые законы там переступают исключительно ради интересов Путина. И в общем это ясно всем, кто хоть немного понимает суть происходящего, но все равно речь они ведут об интересах страны. Если бы это были интересы страны, то за 20 лет можно было ликвидировать сортиры с дыркой в полу, которые юзает до 30% населения. Но там строят ракеты, которые летают по непредсказуемым орбитам и неопределенное время. И это не потому, что кто-то угрожает стране или лично Путину. Дед не наигрался в солдатики, когда был сопливым засранцем в питерской подворотне. И вообще, как пациент с бредом величия, он себя мнит Наполеоном. А какой амператор без вундервафли? Разве что знаменитый слоеный торт, почему-то названный его именем. Это состояние можно называть самодержавием или диктатурой, хотя скорее это нечто среднее, не доведенное до абсолюта в любом из определений. Но вернемся к тем статьям, которые послужили отправной точкой. В них изложен взгляд на события, намеренно лишенные рефлексии. Это некоторые из местных что-то рассказывают о том, что в их конституции прописано право на мирные демонстрации и протесты, что та же конституция позволяет свободу совести и слова. Но они слишком громко кричали «Крым наш» и за этим занятием не услышали, как в это время к ним подошли сзади и усадили «на бутылку». А в таком положении поздно кричать о свободе слова и мирных протестах, потому что уже поздно кричать о самой конституции, которой де-факто нет и за чтение которой скоро будут давать реальные сроки. Вот для тех, кто чего-то недопонял и были опубликованы эти статьи. С учетом того, что их публиковали издания, которые никогда не попадали в поле зрения любителей «бояры», это адресовано тем, кто еще с дуру почитывает эту конституцию, а читать уже надо вот что. «Жестокое подавление протестов в России, которое сопровождалось задержанием более 10 тысяч человек, избиением безоружных и многочасовым заточением в автозаках без еды и туалета, было лишь разминкой», — сообщили Reuters два источника близких к Кремлю. «Прервемся на короткий комментарий, то есть из Кремля через своих доверенных послали привет россиянам через иностранную прессу. Никто же не станет серьезно рассуждать, что некий отважный и сильно-присильно анонимный кремлевец под страхом новичка, Аполлония или другого мероприятия пойдет общаться с иностранной прессой. Это был четкий сигнал, направленный в заранее продуманное место». «Высшее руководство России в случае необходимости готово пойти на еще большую жестокость, чтобы задушить протестные акции». Кто-то спросит куда дальше, какую жестокость можно проявить сверх того, что было продемонстрировано. И в самом деле, людей закатывают в асфальт, а облавы и задержания проходят в стиле спецчасти СС на оккупированных территориях. Оцепили, все кто внутри, в кутузку. Для начала навалять по первое число, а потом разбираться, возможно там действительно оказался кто-то, кого не следовало тащить за йети в обезьянник. Но с другой стороны, нечего шляться в таких местах в такое время. Только во всем этом есть небольшая идеологическая деталь, которую надо четко озвучить. Она касается того, что Путин – титульный борец с фашизмом. Он об этом говорит постоянно и даже то, что он превратил свою страну в аналогию фашистского государства, все же не должно приводить к аналогиям с Германией, которую совки ошибочно называли фашистской, но мем уже создан стран и назад его не откатить. И ведь главное тут заключается в том, что еще недавно из Кремля брызжали слюной, рассказывая о том, что кто-то за рубежом, особенно у их границ, что-то там не то делает с оппозицией и любителями русского мира. При этом сами называли такие страны фашистскими. Пусть речь идет о несравнимых событиях, но по наколу и ожесточению репрессивного аппарата Москва всех переплюнула, поэтому у кого-то сама собой возникает аналогия с Германией и облавами. Но в Кремле сами прекрасно знают то, что они делают. Эпопея по строительству Третьего Рима или Четвертого Рейха была инициирована под забытым идеологом панславинизма и теорией арийских корней русов Александром Дугиным, который формировал свои теории как раз на архивах СС и его научно-теоретического крыла. Потом его изгнали из ближнего круга, но кое-какую литературку для Путина все же оставил и ядовитое семя дает свои всходы где угодно, даже в США. Понимая, что делается и по каким лекалам, у Путина решили предупредить нехорошие слишком близкие к истине сравнения и решили, что надо брать быка за рога и объяснить то, что они делают. Как всегда, эти оправдания не только неверны, а вывернуты наизнанку и выглядят так. В Кремле считают эффективным белорусский сценарий террора, позволивший Александру Лукашенко удержаться у власти, несмотря на то, что митинги за его отставку вывели на улицы 10% населения Минска. Вот так Лукашенко показал пример. Сашкин опыт юзаем, а не адика. Но мы помним, с чего все началось и как Путин двигал замену Сашки в виде главы филиала Газпромбанка и когда Лука стал брутально отжимать путинскую креатуру, в ход пошло любимое оружие – управляемый хаос. Начальный импульс протестов был явно организован из Кремля, а потом все вышло из-под контроля и покатилось по своему сценарию. Для свержения Луки все было сделано правильно и его должны были определить на хорошо освещенное место, типа фонарный столб. Набатька привычно принял коленно-локтевую перед хозяином и дал ему плетку «давай, был неправ, а теперь я ваша навеки». Пришлось откатить назад. Давили протесты не только и не столько белорусские силовики, как откомандированные туда россияне. Кстати, Беркуты и там отличились. Так что никакого белорусского опыта нет, но для пропаганды такая конструкция лучше всего прикрывает истинные корни подобных мер, и корреспонденту Reuters донесли следующее. «Сценарий, протестированный в Белоруссии, доказал свою эффективность. В Кремле точно не собираются становиться на колени. Лукашенко удержался, у Мадуры все в порядке, а то, что происходит на улицах у нас, ни в коем сравнении не идет с тем, что было там». «Кремль далек от того, чтобы бояться. Беларусь показала, что репрессивные режимы имеют огромные возможности. Венесуэла тоже доказывает это, хотя там люди в прямом смысле голодают. Нет зарплат, работы, растет преступность. Ничего подобного нет в России, поэтому у Кремля гигантские ресурсы». Все это было сказано не для Запада, а на свою аудиторию. Это была заточка ножей мясорубки, которая ждет своего часа. Не станут же рефлексирующие россияне всерьез говорить о том, что они не голосовали за Путина, который подал законопроект, позволяющий Росгвардии применять тяжелое вооружение для разгона демонстраций. Разве они не голосовали за партию в Госдуме, которая приняла этот закон, а не что забыли, что силовики уже законом освобождены от любой ответственности за убийство демонстрантов. Эта мясорубка уже собрана и узаконена. Да, она полностью противоречит Конституции, но россияне оказались настолько трусливыми и раболепными, что большая часть законов, касающихся прав и свобод, прямо противоречит Конституции, и никто из них даже не пикнул. Зато как водят хороводы и поют «Отпустите Лешу, он такой хороший». Все остальное их не интересует. Ножи заточены, об этом сказали публично. Все ждут команду «Пожалуйте бриться». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова